Данное сооружение стояло заброшено и не востребовано. Приветствую вас друзья, рад видеть вас на своем канале и рад видеть вас в Уфе, в Башкирии. Точнее в финансовом пункте Авдон, что вроде как является селом, в последнем почти 5000 человек. Короче, это небольшой, я бы назвал это ПГТ все-таки, ПГТ рядом с Уфой и в советские годы тут начали строить довольно крупный спортивный комплекс. Мы сейчас в нем находимся, короче, объясняю получше. В 89 году в финансовом пункте Авдон, что рядом с птицефабрикой, начали строить спортивный комплекс, который включал в себя бассейн, всякие тренажерные залы, сауны, бани, бильяды и прочее. Типа все феншуй, все круто. Но это был 89 год, в итоге Советский Союз распался и финансирование закончилось. Ну, как видите, вот оно закончилось. Вот, сказали, что тут есть уже сделанная чаша для бассейна, я думаю, это будет интересно. Вот так вот выглядит крыша. Довольно стрёмно, хотя бы тут все опасные моменты, они ограничены. Кстати, вот железные фермы, это раньше должен был быть второй свет. То, что видите, стекло набитое, это были как бы защита. Стекло тут толстое. Ну, перед тем, как мы начнем осмотр, хочу вас предупредить. Если вы вдруг сюда соберетесь, то будьте очень аккуратны. Обязательно возьмите с собой фонарик, потому что даже в яркий солнечный день внутри очень много помещений, где остается все еще темно. И, помимо прочего, очень много различных отверстий, дыр и, в принципе, тех мест, куда можно провалиться. Поэтому обязательно смотрите под ноги, будьте внимательны и аккуратны. Ну и, конечно же, если вы вдруг еще не подписались на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Также будет ссылка в описании на мой влоговый канал. Если вы вдруг не подписались еще на него и вам интересно, как я нахожу эти заброшенные места, то обязательно подписывайтесь на него тоже и ставьте лайк. Давайте уже смотреть. Я тут уже успел немного пройтись, подходил к этому месту сверху. Я подумал, что это, скорее всего, малый бассейн. Просто не успели его доделать. Но сейчас смотрю, что тут есть двери. То есть, если бы тут была чаша, то эти бы двери... Хотя, возможно, что это как раз технические хода... Ой, секундочку. Возможно, что это как раз технические хода для того, чтобы подходить в помещение под бассейном и для его обслуживания. Это логично, потому что, во-первых, тут большое пространство. Тут окна сделаны так, специально. Короче, все ощущения, как бассейн. Там вот как будто бы должны быть три годы. С 1989 года данное сооружение стояло заброшенным и невостребованным. Никто им не интересовался и его не достали, потому что не хватало денег. Но в 2004 году снова правительство Башкирии сделать этот проект и решило его довести до конца. Но, к сожалению, дальше разговоров дело не прошло, и проект был снова замороженным. Хотя был после разработан уже проект перепрофилирования данного здания в более крупный спортивный комплекс. И была проведена экспертиза, которая показала, что данное сооружение все еще можно заделать, и его технические характеристики не были потеряны до конца. Но последнее действие, которое происходило, это был 2013 год, когда правительство Башкирии выпустило указание о том, чтобы придумать, что же тут делать. Вся проблема в том, что, наверное, нет денег. Не могут найти денег, чтобы довести этот проект до конца. И вот он, чаша бассейна, по ощущениям это 25 метров, с переменной глубиной, наверное, до двух метров. Сейчас мы вниз еще спустимся, посмотрим более внимательно. Снизу будет лучше видно. Здесь хотел вам показать, интересно, что так сделано, как будто бы чаша бассейна. Это здание в здании. Не знаю, что за технический ходок, и почему бы нельзя было сделать вот эту стенку. Хотя, может быть, таким образом они пытались сделать задержку тепла, чтобы не уходило. Но при всем при этом хотел вот что еще показать. Что делали-то с размахом. И вот это, блин, мрамор. И тут мрамора на самом деле дофига. То есть все отделано мрамором. Окна. Верхние окна в бассейне отделаны мрамором. Мне кажется, это маленько нерентабельно и дорого, и бессмысленно. Ребят, серьезно. Как я уже отметил, бассейн он делается с шиком и с ростом. Возможно, даже не производительный, но тем не менее. Отделано мрамором почти все. Но из интересного, хотел бы отметить, что мрамор уже много где отколот. Причем это отколот именно специально. Потому что, обратите внимание, что на колонне почти не хватает мрамора. А снизу мрамора нет. То же самое на стенах. Смотрите, что вся стена была сделана мрамором. Но снизу мрамором валяются какие-то небольшие кусочки. И это заметно на всех этажах. По моему предположению, что кто-то специально ходил и откалывал себе куски мрамора. Может, целыми плитами снимал. А то, что ломалось и не снималось целиком, постоянно здесь валяться. Не знаю, в каких это годах было сделано. Но, возможно, даже относительно недавно. Вот именно то, о чем я говорил. То есть помещение довольно темное. И тут вот такие огромные дыры. Которые можно провалиться. И поэтому лучше вообще не ссупаться на самом деле. Потому что я не люблю такие места. А если вы все-таки решитесь, то брать с собой как минимум фонарик. И быть максимально аккуратными. А вот и чаша самого бассейна. Как я уже сказал, очищается, что 25 метров. Ну и около 2 метров максимальная глубина. Такой стандартный бассейн времен Советского Союза. То, о чем я говорил раньше. Видите брабор? Посмотрите, как чисто снизу. Как будто бы кто-то специально прибрался. Даже при начале эта идея была. Что когда хотели возобновить строительство, возможно тут чистить. Но потом я обратил внимание, что очень много осколков. И скорее всего, что кто-то специально снимал. Всего здание 3 этажа. Плюс, возможно, выход на кривку. Но такой, не рекомендуемый. И из-за этого есть подвал. Этажи, в принципе, они схожи. Причем, секунду. Этажи, они схожи. Причем, второй этаж. Точнее, первый этаж. Его почти нет. Потому что он почти весь занят чашей бассейна. Вот. Получается, что он как бы выход. Что он фактически технический. И там-то ничего почти нет. Вот второй. Прикольно. Второй этаж. Он уже... Большая его часть, это бассейн. То есть второй этаж, он получается основной. И, по сути, там все, все что есть, это второй этаж. Третий этаж, это уже... Там, опять же, большинства нет. Потому что, большинство, это пространство над бассейном. Вот. Ну, есть подвал. Подвал темный. Вот. Такой. Местами сырой. Лестницы почти все, короче, обрушены. Причем обрушены специально. На первых этажах, чтобы не лазили. Но есть одна лестница, которая все еще целая. На которой можно подняться от подвала до вверх. Так. Пойдем сейчас снаружи все это покажу. Вот так вот внешне он выглядит. Причем, со всех сторон он такой неприглядный. И явно он должен был чем-то еще облицовываться. Судя по тропинке, кстати говоря, у местных оно очень пользуется популярностью. Может быть, напишите подобные объекты, которые еще есть где-то вокруг Уфы или вокруг Ижевска. Мне этот бассейн толкнул на мысль. Во-первых, мне его подсказали. Сказала знакомая девочка. Во-вторых, все это началось с того же бассейна, который строят у нас в Ижевске. Который начали строить, но не достроили. Потом заморозили. И сейчас вроде как снова взялись. Вот. Возможно, когда-нибудь и его достроят. В любом случае, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до новых встреч. Пока!